Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, который вы задаёте, и сразу хотел бы сказать, что понимание того, что с вами происходит, невозможно, к сожалению, без анализа ваших предыдущих текстов, которые вы написали. Значит, самый первый текст у вас касался агрессии и того, что агрессия случалась как бы, ну, спонтанно, что вы не замечали того факта, что она случается, и, собственно, вот, просили помочь нас, значит, сделать что-то с этой самой агрессией. Агрессия, вот, по вашему поведению, да, это либо страх, ваш страх чего-то, то есть суть угроза, либо недостаточная отреагированность того, чего вы хотите. Недостаточное понимание ваших чувств, недостаточное понимание того, чего хотите вы, того, что нужно вам, того, что хочется вам. Вот, недостаточное понимание этого ведёт к агрессии. И в данном случае я полагаю, что у вас ярко выраженное, ну, знаете как, даже не ярко выраженное. По тексту я бы сказал так, что вы склонны к истерии, ну, об этом вы, в принципе, писали сами, что у вас истерики были, вот. Истерика это болезненная потребность во внимании и в чувстве собственной значимости. Поэтому у вас истерика. И судя по тому, что вы пишете, а писали вы в одном тексте ещё и о том, что у вас, несмотря на то, что есть муж, а вы склонны, значит, были, ну, изменять ему, то есть, либо вы изменяли своему мужу, либо вы там флиртовали с кем-то, что говорит о вашей неудовлетворённости. То есть, недостатки любви, недостатки, опять же, собственной значимости, возможно, и так далее. Это всё вот довольно важные моменты, на которые нужно обратить самое пристальное внимание. Вы говорите, что, значит, вот вы пишете в одном из своих текстов до того, как задали платный вопрос, да, до того, как вы задали свой вопрос, вы пишете, что живу с мужем, постоянно хочу с ним расстаться, чтобы построить новые отношения, изменяло ему, и так далее. То есть, вот здесь уже наблюдается ваша определённая неуверенность в себе и неудовлетворённость с собой. То есть, вот, сперва вы пишете, значит, 2-го, 0-8-го вы пишете про агрессию, а 25-го, 0-8-го вы пишете про дочь, доживёте с мужем и постоянно хотите с ним расстаться. То есть, имеет место быть неудовлетворённость, да, вот. И после этого, после всего этого, да, вы, значит, по сути дела пишете о том, что ненавидите свёкров. То есть, очевидно, что в какой-то момент, в какой-то момент своего проживания вы либо нашли цель свою, то есть, наконец-то увидели то, ради чего жить, наконец-то поймали, если можно так выразиться, некий баланс вот в своей жизни, да, то есть, нашли на кого опираться, нашли, значит, на что оглядываться или на кого оглядываться, вот. И какое-то время у вас, я так понимаю, всё было хорошо, но... Нужно понимать, что проблемы ваши, вот проблема отреагирования эмоций, проблема эмоционального интеллекта, который у вас, очевидно, занижен, да, проблема неудовлетворённости, скажем так, неудовлетворённости с собой, неудовлетворённости своей жизнью, как вот вы пишете, да, что постоянно хочу с ним расстаться, а для чего же тогда выходили замуж вы за своего мужа, если хотите с ним постоянно расстаться, вот, изменяли ему, то есть, здесь вопрос касается вашей самооценки, да, то есть, если человек изменяет, то, ну, это определённая такая позиция, вот. То есть, вы считаете себя достойной таких отношений, вы считаете, что, ну, что не можете, наверное, быть счастливой как бы официально, как бы легально, вот. Опять же, я сейчас не утверждаю наверняка, я просто говорю о том, что вы пишете. Вот, в ваших текстах есть определённая такая, знаете, отрывистость, я бы сказал, да, и эмоционально чувствуется. Дальше. Хотелось, чтобы кто-нибудь в меня влюбился и боролся за меня. Вот это прямое подтверждение того, что вы в себе не уверены. И прямое подтверждение того, что вам не хватает любви, не хватает уверенности в себе, не хватает понимания своей ценности, вот. То есть, вы не чувствуете себя полной, не чувствуете себя самодостаточной и, возможно, возможно, именно поэтому вы постоянно ищете новые способы, значит, себя как-то удовлетворить, вот. То, значит, через агрессию, то через отношения с другими мужчинами, да, то есть вам хотелось, чтобы, вот, за вас боролись, и вас влюбили. А почему вам этого хочется? Чего вам не хватает? С одним встречалось полгода, расстались по моей инициативе, отношения никакие, что особо за мной не бегал. Вы хотите, чтобы за вами бегали, да, значит, вы, знаете, в определённом отношении к вам. То есть, вы видите не людей, да, вы видите не людей и воспринимаете не людей, а их отношения к вам. Вот. К тому, ну, их поведение, их поведение к вам. Вот. Что является, опять же, показателем ваших внутренних конфликтов. Вот. До него был и есть ещё один молодой человек, знакомый почти четыре года, очень редко встречаемся. Я ему нравлюсь, но не более. Вот, опять же, понимаете, вы не говорите о том, что он вам нравится, что вы хотите что-то делать для, например, ну, например, для него, да. Вы об этом не говорите. Вы говорите о том, что вы ему не нравитесь или нравитесь. То есть, история здесь такая, что вас больше волнует именно это, как к вам относятся люди. А если так, то получается, что от этого, от отношения к вам людей и зависит то, как вы себя воспринимаете. Что, естественно, не делает вас более самостоятельной, да, и более счастливой, самодостаточной, спокойной, удовлетворенной, может быть, да, и так далее. То есть, всех вот этих вот вещей не происходит по этой причине. Дальше идём. Так, он не стремился меня добиваться, и это меня выводит из себя. По какой причине? Что именно вы чувствуете? Проанализируйте свои чувства. Поисследуйте, откуда они берут своё начало. Когда мне казалось, что он страдает без меня, мне было одновременно грустно и в то же время радостно, и не было необходимости звонить ему и стремиться встречать с ним. То есть здесь вы как бы добиваетесь своей цели. Вот. По сути, это определённого рода психологическая игра, в которую вы играете. То есть добиваетесь того, чтобы люди относились к вам определённым образом, и они вам интересны только в том случае, если они относятся к вам определённым образом. А если они не относятся к вам так, как вы хотите, то у вас сразу возникает проблема. Вот. В этом ключе, я полагаю, можно предположить, ещё раз повторю, только предположить можно, что возможно ненависти свёкров к вам как таковой нет. То есть, может быть, может быть, дело совсем не в ненависти, а в том, что вы как-то не так интерпретировали их отношения к вам. То есть вы ожидали, опять же, для себя какого-то отношения к себе. Ну, вам хотелось, чтобы они как-то вот проявили себя. Да? Да? Они себя так, как вы хотели, не проявили. Вот. Ну, по разным причинам, неважно по каким. Вот. И вы тут же стали испытывать фрустрацию. Вы тут же стали испытывать негатив по отношению к ним. Вот. Ещё раз повторю, то, что я здесь и сейчас на истину не претендую, я всего лишь высказываю предположение относительно того, значит, что вы пишете в своём тексте, что вы, какую информацию вы нам даёте для анализа. Да? Дальше. Сейчас я понимаю, что у него много вариантов, но меня особо не нуждаются, он во мне особо не нуждаются. И мне плохо от этого. При том, что у вас есть муж Екатерина. Да? Ого. То есть подумайте, от чего вам плохо. Мне кажется, что мы хорошо бы смотрелись вместе, но у вас муж. Но он не стремится к серьёзным отношениям со мной, потому что у вас есть муж. Я даже говорил ему, что люблю его, при том, что у вас есть муж. И он вроде бы обрадовался, а потом говорит, что я ему постоянно вру. Ну, опять же, потому что у вас есть муж. Кстати, мне кажется, что он сам мне постоянно врёт. Ну, взаимное недоверие связано с тем, что вы, опять же, полностью отношения мне отдаётесь. То есть вы хотите получить что-то для себя в отношениях. Меня выводит из себя такие отношения, потому что это рождает неопределённость. А вы в неопределённости находиться не можете. Вот. Но вместе с тем, вот такое же противоречие, как и в случае с тем, когда мужчина, по-моему, вроде бы как скучает. Да, вот такое же противоречие. По такому же принципу действует и вот эта история. Что вы находитесь действительно в определённом противоречии. С одной стороны, неопределённость вам мучительна. С другой стороны, другого вы не знаете. С другой стороны, других, другой реальности, вы не… С другой реальности, другая реальность вам не знакома. Просто-напросто. Вот. И поэтому вы подсознательно, вероятно, к ней всё-таки стремитесь. К этой самой вот реальности, где вы, значит, достаточно в ответственном состоянии находитесь. После этого проходит вечность. Мы, как мы видим, всё снова мне очень плохо. Если бы я рассталась, можно бы встречалась с кем-нибудь другим, я всё равно встречалась бы и с ним. А вот какие мотивы, какие установки, какие идеи провоцируют вас на такое поведение. Больше всего мне не нравится в этой ситуации, что он не страдает без меня. А что мне делать со своей тошкой по нему? Работать над своей самооценкой, над своей полнотой, над неуверенностью в себе, которая у вас, к сожалению, имеется. Нормально ли то, что я изменяю, но не получаю от этого душевной радости? Ну, надо сказать, что изменять вообще ненормально. Поэтому… Расстаться ли мне с мужем? Тут нужно разбираться именно в ваших отношениях с мужем. Какие они? Понимаете? То есть вы сейчас вот здесь, в этом тексте, по сути дела, переносите ответственность в себя на вот других. В данном случае на психологов. И я полагаю, что вот эта черта, эта черта, когда вы переносите ответственность, она, эта черта, скорее всего, проявляется не только в этом аспекте, она проявляется, скорее всего, и в других аспектах тоже. Вот. Нужно только отслеживать, когда вы начинаете переносить ответственность за свои решения на других людей и, отслеживая это, корректировать именно свое поведение. Потому что только вы решаете, как вам действовать и только вы решаете, что вам делать, как и так далее. Вот. Я полагаю, что это, ну, вполне нормально и очевидно. Да? Вот. Дальше идем. Значит, так. Нормальный, если я Ратана с мужем, скорее всего, не буду больше ему, если я Ратана с мужем, скорее всего, не буду больше ему изменять, но вряд ли буду счастливой, буду жить, как жила до этого, без романтики, здрасти, любви, признаний и страданий. Ну, здесь нужно сказать, здесь обязательно нужно сказать то, что своего мужа вы выбрали, и ваш выбор, он чем-то обусловлен. Понимаете? То есть, вы выбрали своего мужчину, вы выбрали его, вы решили с ним быть вместе, и у этого, у того, у вашего выбора, есть основание. Поэтому я рекомендую вам подумать об этом. Что за основание у вас были связывать свою жизнь с мужчиной, по сути, с которым вы не счастливы, как вы говорите, и так далее. Вот. Об этом вам необходимо подумать. Это вам необходимо разрешить для себя. Потому что это принципиально важно. Понятно, да, о чем идет речь? Дальше. Вот вы пишите, что вы неудовлетворены. Ну, на мой взгляд, неудовлетворенность, да, это, как бы, вершина Айдерга, а корень кроется вот в агрессии. То есть, агрессия – это невыраженная энергия, агрессия – это внутреннее противоречие, это страхи, вот, неудовлетворенность, которые есть у вас. Вот. То есть, значит, психоз. Ну, психоз – это нужно диагностировать. Вот. Первый раз я повторил с мужчиной, за то это мне не понравилось, как он мне ответил, он мне показал, что очень грубо. Знаете, это ваша интерпретация того, как вам ответил муж. И, если вы, значит, интерпретировали его ответ как грубый, значит, вы сами внутри себя уже были готовы к тому, чтобы это так воспринять. То есть, вы уже были чем-то неудовлетворены, скорее всего. Вот в этом направлении и нужно двигаться. Вам вот коллега, да, сказала, что вы, скорее всего, посвящаете себя только ему. А я думаю, я думаю, что вы вообще посвящаете себя людям, другим, но не себе. И именно поэтому, именно по данной причине у вас и ограничено. То есть, нет анализа себя, нет гармонии с самой собой, но есть постоянная ориентация на других. Что и приводит, по сути, к проблемам. Вот, значит, мне неприятно и стыдно, что там и такое происходит. Вот, если вам неприятно и стыдно, то это означает, что вы не признаёте своих желаний. Понимаете? То есть, у вас какие-то желания есть, а вы их не признаёте. Вы запрещаете себе хотеть чего-то. Ну, того, что вот у вас, того, чего вы желаете. И подавляя это себе, вы в итоге провоцируете подобные вспышки. Тут нужно анализировать, что именно неприятное, что именно стыдно, что вы себе не принимаете, какие чувства, вот, находятся под запретом. И так далее. Так, самое нелепое, что я не понимаю, почему я так себя веду. Потому что не исследуйте свои желания, свои чувства. Так, мы говорим, что я постоянно на него срываюсь и виню его во всём. А я этого не замечаю. Ну, да, потому что для вас это естественно в силах того, что вы реализуете свои желания. Для вас это нормально, для вас это как воздух, а для других людей это, конечно, очень тяжело. Я не могу понять на самом деле, как он говорит, я вечно не могу понять на самом ли деле. Ну, да, зачем ему, зачем ему вам врать, откуда недоверие здесь. Были ли поводы, есть ли поводы, точнее, чтобы ему не доверять, не доверять. Я всегда была спокойна, даже при 40 я не позволял себе подобных выходок. Ну, это тоже нужно анализировать, что именно вы подразумеваете под спокойствием, что именно вы подразумеваете под непозволением себе определенных выходов. Потому что, если, одно дело, если вы просто подавляли, 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 подавляли в себе что-то, то теперь это прорывается. Потому что запас прочность исчез, да, то есть вы стали неуверенны в себе, вот, из-за того, что постоянно подавляли в себе что-то. Или вы в действительности не были никогда спокойны и, как вы говорите, и выдержаны, но вам так казалось. Что же касается мужа и того, что он вспыльчивый, то, опять же, нужно выработать к этому отношение. То есть, да, муж вспыльчивый. Но, с одной стороны, вы выбрали его таким, и за этот выбор вам нужно отвечать. С другой стороны, у вспыльчивости мужа есть, наверное, и хорошие качества. А если вас его вспыльчиво задевает, то нужно анализировать, как, чем, и, ну вот, вы же выбрали его, и, наверное, вы знали, что он вспыльчивый. И, соответственно, коли вы остались с его женой, значит, вы приняли его. Я стал замечать, что когда нам будем нужно куда-то идти, вместе, если у нас совместные дела, у меня начинает болеть живот очень сильно, и проходит, когда все сделано. Либо неуверенные, либо боитесь. Либо неуверенны в себе, либо боитесь. У меня внутри поста, из-за моей последней истерики, никогда не позволялось так себя вести на людях. Я не понимаю, что самое происходит, что мне делать, чтобы больше никогда так себя не вести. Вам нужно работать с психологом. Екатерина, вам нужно работать над своим эмоциональным интеллектом, повышать его и так далее. Я рекомендую вам именно это направление. Для начала просто высказать все, что вы хотите, высказать весь свой негатив, который у вас имеется, и далее отслеживать его по своим эмоциональным следам. Я думаю так. Потому что вы сами, сами вы очевидно ничего не сделаете для того, чтобы больше так никогда не повторялось. Вот. Ну и теперь ваш вопрос про свекров. Да? То есть вот в такой предыстории вы приходите вот сегодня к нам через, по сути, 4 года. Да? Ну, по крайней мере, публичной активности. Вот. А вы приходите к нам с таким вопросом. Здравствуйте. Отношения с свекрами у нас всегда были хорошие все 9 лет, что живем с мужем. Ну, понимаете, да, что с учетом того, что вы ругались при родителях с мужем, с учетом того, что вы изменяли своему мужу, да? Вот. С учетом того, что у вас были конфликты с мужем и с собой, с учетом того, что у вас истерики имели место быть, и вот еще неизвестно, работали ли вы над этим или нет. Вот. На мой взгляд, достаточно наивно, наивно достаточно полагать, что у вас отношения всегда были хорошими. Да и само слово хорошие отношения, это оценочное осуждение. То есть хорошие для кого? Для вас? Может быть. А для них как? Обстояли дела. Одиннадцать месяцев назад у нас с мужем появилось мало еще отношений со свекрами и спортом. Ну вот, смотрите, да. Одиннадцать месяцев назад у вас с мужем появилось мало еще. Опять же, при всей вашей предыстории, которую я раскрыл, скажем так, при всей вашей предыстории, мне бы хотелось, чтобы вы для себя четко сформулировали постулаты, по которым этот малыш вообще появился на свет. Например, отношения со свекрами испортились. Что это значит? С какого момента конкретно они испортились? За что вы их ненавидите? Когда я родила и сыну было один месяц, я спешила к своей свекрови показать малыша. Заметьте, я спешила к своей свекрови показать малыша. По какой причине вы именно спешили к своей свекрови? По какой причине вы именно спешили к ней? То есть, если вы спешили, значит это было какое-то ваше желание. Это были опять же какие-то ваши ожидания от того, как она воспримет то, что вы показали ей малыша. Но свои желания, свои ожидания нужно отделять от того, что испытывает другой человек, что хочет другой человек, что думает другой человек. Понимаете? Вы же, ориентируясь на свекровь, по сути, воспринимая ребенка как что-то, что нужно показывать, что, в общем-то, тоже нуждается в отдельном исследовании, как вы относитесь к ребенку. С учетом того, что вы почти не ориентируетесь на себя, а ориентируетесь только на других людей. Вот. Но, так, я спешила к свекрови, значит, показать малыша. Я испытывала к своей свекрови чувства, похожие на то, как дочь испытывает к маме. То есть, здесь возник перенос. Вы видели в свекрови мать. Возникает вопрос. По какой причине? Как бы там ни было, свекровь не является матерью. Как бы там ни было, свекровь не может быть матерью. Вот. Понимаете? И то, что вы хотели видеть в ней мать, да? Вот. То, что вы хотели видеть в ней родителя своего. Это скорее относится к вам. То есть, по какой-то причине, по некой, по некой причине, вы нуждаетесь в матери. Ну, может быть, вот именно вся эта история, происходящая с вами, она и имеет корни свои в вашем отношении к матери, которая, возможно, вас недолюбила, или которая вас принижала, или что-то еще. Вот. Скорее всего. Скорее всего. Вот. То есть, опять же, вопрос. Несете ли вы ответственность сами за то, что относились к свекрови, как к своей матери? То есть, вы ее, по сути, идеализировали. Потому что свекровь не является матерью. Она является свекровью. То есть, матерью вашего мужа. Но для вас она именно свекровь. Но как-то летом, когда сыну было где-то 6 месяцев, мы поехали к ним на дачу. И я заметил, что свекровь начала конкурировать со мной за моего малыша. То есть, вот все было хорошо. Внезапно началась конкуренция. Вы почувствовали себя неуверенно. Здесь нужно разобрать два момента. Первый момент. Как вы увидели, что происходит конкуренция, в чем она проявлялась. И второе, как вы это восприняли. И ответственность за свои чувства, за ваши чувства, вам нужно взять полностью. То есть, вы сейчас ненавидите свекровь за то, ну или свекровь за то, что они вызвали у вас определенные чувства. Лишили вас какого-то спокойствия, комфорта душевного, да? Вот. Но это ваша ответственность. И если вы скажете, например, себе, что это я лишила себя комфорта и спокойствия, или я позволила себя лишить, то ненавидеть кого-то другого уже не будет смысла. Я стал ставить ее на место и показывать, кто тут мама. Ну, то есть, как-то очень быстро вы вступили в конфликт, на самом деле, после девяти лет хороших отношений. И это как-то не вяжется с тем, что вы видели в ней матч. То есть, когда очень быстро вы начали конкурировать, начали конфликтовать с ней. Зачем показывать, что тут мама, если так понятно, что мама вы? То есть, здесь, опять же, ваша неуверенность в себе. Но она не успокаивалась, я почувствовал на себе ее ненависть ко мне. В чем именно она не успокаивалась и в чем именно вы почувствовали ее ненависть. Конкретно, нужно. Она стала из-за мужа моего бороться, из-за сына моего. Как? Как? Как она стала это делать? Или, может быть, вы, будучи неуверенны в себе, интерпретируете ее действия именно так? Свекур ко мне тоже стал по-другому относиться. У него нет такой ненависти, но есть обида на меня. За что? И если у нее есть обида, то по какой причине вы просто с ним не поговорите напрямую? Откровенно. Ну, наедине с ним я имею в виду. Такое ощущение, что свекровь сказала свекру, что это про меня. Но если это было неправда, то они это сделали для себя. Это их проблемы. И свекровь преследует только свои цели, которые продиктованы ее желанием. И то, что она не может свое желание выразить иначе, кроме как того способа, который она использует. Разве можно за это винить, то, что она не видит, не может? Вы как более, как более молодой, как более гибкий человек. Можете это понять? В общем, все это их состояние передалось мне с большой силой. Вот опять. Вы говорите, все это их состояние передалось мне с большой силой. Само состояние и его проявления вы не описываете. То есть, конкретные примеры не приводите. Но говорите, что состояние передалось вам. То есть, не вы позволили себе состояние передаться вам. Не вы стали испытывать то же самое. А это состояние передалось вам, как будто от вас ничего не зависит. У того, что оно передалось вам, у этого факта, у факта передачи вам этого состояния, есть причины. Если это состояние вам передалось, значит, вы были предрасположены к этому. И вот с элементами предрасположенности к тому, по какой причине вы так быстро ввязались в конфликт, например, со свеклами, забыв все 9 лет хороших отношений, нужно разбираться. И вот сыну моему уже 11 месяцев, а я их ненавижу. Но согласитесь, как-то немного странная причинно-следственная связь. Какое отношение имеет возраст сына к тому, что вы ненавидите свекров? Дальше. Я после их приходя к нам в гости, думаю о них еще 2 недели, взгляд на них, вот принимаю, как они, воспоминаю, как они говорили, общались с сыном, у меня плохой сон. Видите, это все ваша реакция, это все ваше поведение, это вас задевает приход свекров, это у вас возникают такие эмоции. От чего? По какой причине? Все это нужно исследовать. Мужа люблю, но, так, ну, насчет того, что любите мужа, вы, после того, что вы описывали в предыдущих текстах, у меня, если честно, есть сомнения. Я понимаю, что это было 4 года назад, но, либо это другой муж, если так, то, тогда все более-менее понятно, но свои проблемы вы перенесли, просто, от первого мужа ко второму. Вот. Но после прихода его родителей, мужа тоже начинаю ненавидеть. Понимаете, у вас постоянно идет перенос. Перенос чувств одних на других, с вашей мамы на свекровь, со свекрови на мужа, с мужа на себя. Или со свекрови на себя, а с себя на мужа, вот так. То есть, эм, вот эти вот факты переноса нужно, нужно отслеживать. Его родители мне в открытом ничего не говорят, любезничают со мной, в общем, как я с ними, но между нами волна ненависти. Вы знаете, эм, если честно, это может отдавать паранояльным поведением. Но, у любого паранояльного поведения есть звездные истины. То есть, если вы чувствуете, что ненависть есть, значит, значит, там действительно что-то есть. Но это можно обсудить, это можно обговорить. По какой причине вы не вызовете на разговор всех троих свекров, свекров и вашего мужа. И все, прямо не обсудите, вот это ведь ведь, эм, вы же родственники. Я не хочу больше испытывать, эм, так, эм, между нами волна ненависти. Опять же, между нами, то есть, как бы, между вами, когда вы говорите, вы снимаете ответственность с себя. Не между вами, это вы испытываете ненависть в данном случае к ним. За них вы ручаться не можете, потому что то, что испытывает другой человек, вам неизвестно. А вот свои чувства, свои чувства вы можете, эм, как бы, как бы описать и оценить. И вот то, что у вас к ним ненависть, это так. Но ненависть возникает при, первое, демонизации. То есть, по сути, это то же самое, что и идеализация. То есть, наделение человека теми качествами, которые вы хотели бы в нём видеть. Или наделение человека теми характеристиками, которые отражают ваше желание. А демонизация, это то же самое, только с однако минус, минус, минус. Либо, эээ, они, спекра, заставили вас, ээ, дали вам ощущение неуверенности в себе, как мамы. И вы за это их ненавидите, потому что вы неуверенны в себе, как мама. Вот. И, тут вот нужно, ээ, работать именно с вашей уверенностью в родительском поведении. Тогда и в ненависть необходимости не будет, потому что ненависть это, по сути, защита. То есть, я ненавижу их, вместо того, чтобы остановиться и посмотреть, а что такого, что меня раздражает? Что такого, что меня пугает? Ведь ненависть, когда человек ненавидит, он бежит от проблем. Он бежит от опасности. Он бежит от конфликта. Эээ, так, я больше не хочу испытывать такую ненависть, и мне плохо. Она разрушает меня. Я не знаю, что сделать, как выйти из этого состояния. Выйти из этого состояния можно только, эээ, назад работать за своими чувствами. То есть, то же самое, что и в предыдущих проблемах. А я начинаю в мыслях, ээ, когда я их долго не вижу, перечислять их плюсы, эээ, надеюсь. Но стоит им рейти снова, как чё-то ненависть ко мне приходит плюс. Ну, вы боитесь конкуренции, очевидно. Вы боитесь того, что эээ, ваш ребёнок будет уменьшать их, а не ваш. Так это опять же не верно в себе. Ну, может быть, что-то ещё. Может быть, ещё какие-то моменты. Вот. Значит, пока что поработайте немного над своим эмоциональным интеллектом. Для этого рекомендую книгу, эээ, практикум по гестарт-терапии. Книга бесплатная, можете найти её в интернете. Вот. И, эээ, заставьте список чувств, своих чувств, которые вы выражаете, эээ, с трудом. Подставьте, эээ, список чувств, которые вы не можете свободно выразить. То есть, которые, эээ, ну, как бы, под запретом. Или, после выражения которых у вас наблюдается, эээ, ну, скажем так, после выражения которых у вас наблюдается, либо стыд, либо, эээ, вот какой-то негатив ещё. Вот это постарайтесь проанализировать. Это важно. Я полагаю, что это будет такой старт, это будет такой старт, эээ, с которого, эээ, с которого вы можете начать работу над собой. Вот. Эээ, я думаю так, можно ответить вам на ваш вопрос, надеюсь дал вам пищу для размышлений. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Благодарю. 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 Продолжение следует...